На следующий день, после того, как съемочная группа новостей нашего города побывала в управляющей компании, руководство НЖСК согласилось дать комментарии без официального запроса. И вот как выглядит ситуация глазами обслуживающей организации. Это не синициировано управляющей компанией, это просто так сложилась ситуация в данный момент. Это продиктовано жизнью, вы считаете? Да, это продиктовано жизнью, это продиктовано безвыходной ситуацией, в которую попали все управляющие организации. А сейчас ситуация изменилась в том, что в настоящее время в арбитражный суд Янала поступило заявление НРКК Сноябрьского о признании НЖСК банкротом. Почему не было общих собраний до сих пор жильцов? И почему людям даются договоры, документы, которые требуют их подписи? Почему вот такого? Я могу сказать, что по крайней мере я не знаю о том, чтобы от кого-то что-то требовали. Никто не вправе ни от кого ничего требовать. Людям, насколько я знаю, я тоже живу в жилищном фонде НЖСК, предлагается изменить способ управления, как вариант, на непосредственный. Но это уже одно незаконно, что управляющая компания предлагает изменить людям способ управления. Не предлагает управляющая компания этого. Большое слово. Я не сказала, что это предлагает управляющая компания. Я сказала, что предлагается. Кем? Инициаторами выступают собственники. В чем плюсы для жильцов? В чем и так их привлекло это непосредственное управление? Мне, если честно, сложно сказать. А в чем плюс для собственников? В том, что они останутся в управлении организацией, в отношении которой возбуждено дело о банкротстве. И судьба которой достаточно, скажем, неизвестная и сложно предсказуемая.